Выпущу посмотреть мои работы, о них рассказываю, я думаю, что каждый бы сам увидит. Мне приятно, что руководство Тосагра, руководство города Балакова предоставили такой красивый и уютный зал. Будет для моих работ, мне приятно, что они нашли мои еще старые работы в 80-х годах. Это моя профессия, как раз художник-литограф. Но сейчас сложно выполнять такие работы, потому что в прицельской власти специально были мастерские, специально были лаборатории, специально были станки. И мы работали. Сейчас приходится мне писать красками. Это полегче. Вы смотрите и задавайте мне вопросы любые. Не только об искусстве, а обо всем. Спасибо. Мы с вами приехали, потому что нас поддерживала Фосара. Фосара, видите, как растянулась от Мурманска до юга. Здесь я проезжал, у вас верблюды ходят. Там на севере белые медведи, а здесь верблюды. Нам очень приятно. Я надеюсь, что мы еще будем к вам приезжать. Вместе будем совершать экспедиции. Потому что мы наш полет посвятили как раз детскому движению «Дрост». А это значит, что дети будут расти, новые будут приходить, детки. И так до бесконечности будет «Дрост». Это очень такая птичка красивая. Ну и дети у нас, Талантки будут. Спасибо. Здесь даже не все ранее, но еще когда, видите, 81-й год, там, где-то 79-й, это Афорта, это на Цыпке. Я ездил на Командоры, на Командорские острова, но как бы собирал тему для своих картин. У меня была такая тема, чтобы вступить в Союз художников с СССР, нужно было, ну это как бы диссертацию написать, нужно было раскрыть свою тему и технику. Ну вот я как раз, я очень люблю и любил, и люблю Аракула Кента, то американский художник, который он в Ирландии жил и писал картины «Пристильный музык». Ну, соответственно, опера Аракула Рейха Николая Константиновича. И вот я также уехал потом на 5 лет на Чукотку, только 2 месяца в году приезжал в Москву, там под Москвой маленький город Челюскинская, там была у нас мастерская для литографов. Вот эта литография, эта работа на камне только, старая техника, их в нашей стране было немного людей, которые работали, вот это очень сложная такая, сейчас я бы, конечно, так не сделаю, видите, здесь у меня уже глаза не видят, такие тонкие работы, ну и сейчас уже нету таких мастерских. Поправился материал для того, чтобы стать художником? А я думала, у вас только путешествие ради рекордов или как? Нет, но видите, у меня жизнь такая большая, что я вот, видите, если человек путешествует, мне хочется выразить себя. Ну вот, пускай я жил на Чукотке, я готовился там еще с эскимосом идти к Северному полюсу, потому что я здесь мечтал это долго рассказывать, да. Ну а ты видишь все, соответственно, как ты можешь быть оравновленным. То же самое я начал писать книжки, просто вот здесь нету портрета там моего отата, потому я его называю учитель, мы с ним пересекли на собачьих упряжках через всю Чукотку. Он меня научил ходить на собачьих упряжках, я жил в его айберанге, ну, доме, можно сказать, это его дом, мы с ним охотились. И я его только рисунки делаю, а мне хотелось рассказать о нем как о человеке. И я тогда, соответственно, начал писать книги, дневники, потому что в изобразительности не передашь те слова, что он говорит. Вот даже, когда я всем говорю, отата был настолько мудрый, и я сейчас, когда встречаю, там, доктор философских наук, ну, там, кандидат философский. А отата мой друг, он не был, не кандидат, но он так выразился философский. Даже вот такой пример, мы утром встаем, надо идти, охотиться, капканы проверять. Я начинаю собирать собачью упряжку, оружие, капканы, ружья, продукты, и все время я кричу, отата, берем такое оружие, берем на сколько дней, все время я кричу. А он сидит, пьет чай, курить, курить, а потом говорит, однако пора капканы проверять. И все, больше он не разговаривает. Но в этом у нас все такой смысл, если капканы проверять, значит, должен быть и оружие, и капканы, и продукты, и собаки, и запряжение, и одежда, понимаете? И, соответственно, я начал писать о нем рассказы, и так, видите, здесь что такое? Я не признаю, путешещик тот просто, который болтается по миру. А вот, говорит, я, путешещик тот, который открывает мир и делает что-то. Или, когда я был маленьким, мне говорили, ну вот я пойду к серому поясу, а дальше что? Ну, ты должен или наукой заниматься, или, если я иду, и сейчас прилетел на воздушном шаре, значит, я буду писать картины о воздушном шаре. Ты думаешь, там, если я встретился с вами, должен написать или книгу, или для детей, ну, а так, ради чего? Ради чего? Человек должен всегда выражать себя. А путешествия, я никогда, не было ни одной у меня экспедиции, хотя их больше писите, чтобы так я пошел, просто пошел. Да, есть, у каждой экспедиции есть спортивный час, ну, рекорд, видите, мы сделали рекорд и сразу все узнали. А мы делали и науку. Я сейчас пока картины напишу, это пройдет год-полтора, понимаете, вы уже и забудете за этот перелет. То же самое, когда я иду вокруг света, вот сейчас я пойду через Атлантический океан, я же с 1991 года я состою в обществе, очистив планету от полиэтилена, это такое международное. Видите, в то время уже думали очистить планету от полиэтилена, а сейчас мы занимаемся, я лично занимаюсь, это микропластик в океане. Видите, и если я пойду, то да, все будут видеть, что я прошел там впервые, я занимаюсь микропластикой, изучаю микропластик в океане, как вот сейчас в Антарктиде. Никто этим не занимался. Вот я прохожу, вот почему у людей такое понятие, что если идет вокруг света, или поднимается на верес, или там к южному полюсу, то это обязательно должен быть, или спортсмен, или мы там, отстилы ученые. А я говорю, а почему бы тому же Алексею Рыбникову пройти Мисс Горни, в ревущие стариковые, там вой стоит такой. Я когда приходил, я 7 раз ходил, был в Мисс Горни, самая сложная точка между Чили и Антарктидой. Я думаю, если бы Алексей Рыбников прошел, он бы написал, там музыку красивую, он композитор. Почему там поэты? Если бы поэт прошел, он бы написал стихи. Если бы художник пошел, ну другой, не Федор Конев, он бы написал картины. Видите, то самое, как и к полюсу, у нас было соревнование, кто достиг первый, там северный, южный полюс, вот такой музык. И все ребята, все только спортсмены, крепкие, сильные, целеустремленные, идут, и правильно, они достигают, это рекорд, все. Но они не пишут картины, они не пишут музыку. Я почему детям, вот маленькие, говорю, что вы должны быть не только, все говорят, мы хотим быть, как вы, Федор Филиппович. Это хорошо, но просто болтаться, вы должны кем-то быть, писать картины, писать музыку, заниматься наукой. Видите, как вот сейчас молодые ребята полетят на Луну, а там все должны быть, там будут и врачи, и строители. Строить же будут базы, там не только будут ученые, космонавты, как все говорят, там летчики, там все будут. Вот такой момент, спасибо вам, что ответил я вам. А вы сами мечтали в космосе побывать? Ведь на Земле уже, наверное, не осталось мест, где вы. Нет, ну как, как, мы все мечтали быть, тем более я, я в хорошее время живем, я с 1951 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, я в школу ходил, у меня 10 лет было, соответственно, мы все радовались, я помню, как объявили, мы кричали, радовались, все хотели стать таким, как Юрий Алексеевич Гагарин, а девочки плакали, потому что они, девочки, тогда еще никто, ни одна женщина не летала в космос. А потом, когда полетела через три года Валентина Владимировна Терешкова, и тут и девочки обрадовались, что они тоже могут. Мы все мечтали полететь в космос, все мечтали. Понимаете, ну это все всегда, и у человека должна быть мечта, да, мечта. Когда ко мне сейчас приходят уже молодые ребята, даже мой младший сын, и когда говорит, я там хочу подняться на Верест, ну, начинать. Я говорю, а зачем, ты хочешь подняться на Верест? Ну вот, побывать на Вересте. Я говорю, я там был в два раза, ребята уже другие были. Вы, даже выше ставите планку, как и на Умиуэмура, японский путешественник, то мой учитель, он говорит так, я путешествую, пробивая планку человеческих возможностей. Что вот можно человек может это сделать, а другой же сделать, ну как ученик должен быть выше учителя, лучше. Как вы почувствуете? Не, мне, знаете, мне приятно, что, вот я скажу, у меня друзей много, есть и их смены, здесь вот и Сережа, говорится, Богомол, он сейчас на Вересте, под ножей Вереста тренируется, потому что 20 июня они вылетают на К-2, вот с Саратова, а мы, Сережа, были, я второй раз, что он и он, мы были на Вересте в 2012 году. В 2012 году, когда я первый раз поднимался на Вересте, в 1992 году, Сережа приходил в базовый лагерь, тогда еще он не был на Вересте, сейчас он соответствует. Соответственно, вот если у вас очень хороший альпинист, если Сережа Богомолова поднимется на К-2, то он будет первый россиянин, который поднялся на все 14-8 тысяч, понимаете? Так что, видите, в Саратове у меня друзей много, потом, если люди приходят смотреть мои картины, мне приятно, что, значит, мое творчество, мы интересны людям. Знаете, я как художник, как художник, я понимаю, что это мы так говорим, а на самом деле художник никогда, это не я говорю, а это все художники, только между собой, никогда не делать работу для себя. Он говорит, я делаю работу для себя, и такого художника никогда не делал, так же, как и писатель, так же, как и поэт, так же, как и учет. В душном шаре Фосагра, когда вы пролетали над страной, какие сюжеты для будущих картин вам виделись? Что мы можем увидеть? Я вот разговаривал, я люблю всю нашу планету Земля, потому что на всей нашей планете Земли нет ни хороших мест, ни красивых мест, ни плохих людей. Вот когда ты летишь над нашей страной, мы смотрим, там храмы стоят, купола, это отличается, чем летишь в Европу, или в Америке, или в Англию, или там, там все красиво, все хорошо, вот там, знаете, только красота, она тебя не трогает, потому что там нет духовности. Если у нас летишь, храмик стоит поваленный, крестик заваленный, там, ну, не отреставрировал, а ты чувствуешь, что исходит, вот это наша страна и отличается, потому что нельзя говорить о том, что красиво, что некрасиво, это для каждого, если там чилист говорит, что у него своя красота, там, джунгли, амазонки тоже красивые, что такое красота. А вот духовность, значит, нас трогает только наша. Вот мы когда летели сейчас, Ваня, вот вот, а мы летим на дундры, там, оленеводы, оленя тысячи, и идут, а когда погода была хорошая, видели, на Баренцево море, там, белухи, там, штук 10, они плывут, и ты смотришь, конечно, тебе это радует, что это наша. А потом наша страна, она всегда радует, знаете, очень, ну, великая и по смыслу, и по территории, знаете, ну, и когда я приезжаю в другую страну, ну, что такое. Я жил, так у меня случилось, я жил в Париже, я учился в Академии за два года, я жил, моя жена преподавала, она же доктор наук, тоже так же ее прозвали, там, два года в Швейцарии, она там писала книжку о российской конституции для Швейцарского университета, мы же, это красиво, странно, люди хорошие, но, знаете, ты чувствуешь, какая-то, ну, маленькая, у нас, даже можно не ехать, ты встал, ты знаешь, что солнце встает, у нас на Чукотке, тем более, я был на Чукотке, знаю Чукотку, я в Калининграде служил, я же в арене служил, в Балтийске, в Калининградской области, видите, такое протяжение, так что наша страна красивая. Как вам помогает Фосагра в ваших выставках и в ваших путешествиях? Ну, видите, руководство Фосагра и все люди, которые работаете, вы работаете, я всегда говорю, мне помогают те, кто романтики.